Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1103. События дня. 2 Коринфянам 10.4. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замысла и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Вот объявление, с добавкой еще. Как Анастасия выпресла у Бога 10 лет жизни. Это новый ролик поставил. А теперь это ее отпевание, какое есть поминки. Есть у людей желание оказывать. Вот ответ. Вот можно записать. Наталья. Замечательный стих пророческий. Именно так. Слава Иисусу Христу за такой талант стихий. По Библии меня они вдохновляют. Это я стихотворение дал. Андрей. Всегда радостно получать от вас, Игнать Тихонович, стихи. Дорогого стоит. Когда от самого автора, да еще и содержание высокое, с вашего видеоканала, получая каждый день новые ролики и проповеди. Из последних понравились. И проповедь понравилась. В ней нашел ответ на свой вопрос. Теперь она одна из моих любимых. Низкий вам поклон. Он за внимание к моей душе. Искренне благодарен за вашу заботу, труды и молитвы за всех нас. Вот видите. Когда писал-то ни о ком, тут я и не думал, не знал. А тут, пожалуйста. Вот наше объявление. Вчера тут про американца узнали одного, что он приехал на Алтай и хотели, чтобы они узнали о нас. Обращаясь ко всем желающим оказать помощь, найти возможность послать письмо этому американцу и ему дать материал о потерябке. Если возможно, то хотя бы что-то перевести на английский. То есть он не знает еще русский. И чтобы он мог зайти по скайпу. Вот статья от них. Называется «Путин. Православие. Потенциал. Почему американцы с 14-ми детьми переезжают на Алтай?» И далее ссылку про потерябку. Вот они дают. Ищем истинных соратников. Это на нашем сайте. А вот это впереди на нашем сайте. А вот это на форуме. Потерябка в Википедии. Вот. Сколько. А дальше наши данные. И по скайпу как выйти. Помогите найти возможность выйти на этих американцев. Может быть, кто и в Америке живет. Василий напишет. Контакт друга Джастаса Волкера. Но мне не нужен этот Волк. Волкер. Вот и адрес. Ребекка. Ребекка. Волкер. Номер телефона Стива Митчелла. Вот номер телефона. Вот его номер. Можно позвонить. Но я не звоню. И если кто-то там будет рядом никогда. Это данные, я вижу, не такие. Раз, два, три. Шесть. Девять, десять, одиннадцать. Цифр. Но если не ошибаюсь, так и есть. Семьсот шестьдесят три. Ну, десять. Поэтому номер можно выйти на его вот сал. Что это его сал, не знаю. Все ролики я уже скинул Стиву. Ну, вот это все. Василий Лапкин, племянник. Больше ничего не надо. Роман. Противосектантские чтения с Игнатием Тихоновичем. Занятие. Его ответ на мой вопрос о необязательности и много знаний, чтобы благовествовать по Евангелию. Ксения. Мир всем. Роман. Игнатий Тихонович сказал, кавычки. По знаниям и поступай. По мере, по какой тебя наполняет Господь. По такой мере пусть из тебя вода животворная течет. Роман, у вас много знаний. Вы можете из кафедры проповедовать. Сыганков. Мир вам. Подскажите, есть ли разница в крещении с полным погружением в купели или в реке? Грех ли платить за крещение 1300 рублей плюс 2000 рублей за крестильную рубашку плюс крестик? Потому что Симон Волф хотел за деньги получить власть, раздавать Духа Святого. Деяние апостолов 8.18.20. Я пишу. Разницы нет. Только бы крещение было по вере крещаемого. И с полным погружением, обязательно бесплатно. За рубашку платил и за крестик. За крестик это их товар. Надо заплатить и сверх того, потом, не сразу. Священник-то должен жить где-то как-то. Потом, не за крещение, а за то, что вот он помогает. Еще события дня воскресенье встали, как всегда, в 4.40. Я встал в первом часу ночи, занялся интернетом, потом прилег еще. Потом встал в печь топить. Где-то в три часа. Полчаса, наверное, полежал, хватило. Ну, а потом с восьми утра у нас богослужение без батюшки. Потом сразу собрание в трапезной. В собрании говорили о будущем собрании. Как будет это дело, батюшка там. Чтобы слух не поминать. В храме во время морения патриарха. Не поминающе. То есть, мы к ним не относимся и не надо туда лезть. А потом у них тут обед и занятия. А после занятий по домам. Вот, показать наши ресурсы, какие есть. Вот это мой мир. Есть другое там с голубем. Там не писать. Это дубль запасной. И ленточный называется. Форум православный. А вот эта вот загрузка у меня идет. Я на Златоуста сейчас загружает. Вот сколько. Это дальше во свете Библии. Это наш большой сайт. Сюда отсылаем людей, чтобы находили, что где как нужно. Вот и день. А тут приехал вечером Алексей. Из Новосибирска ехал. Алексей Устинов. Говорит, как там люди собираются. И там против меня. Против. Все время. Я все вспоминаю. Исидора Пелосиота. Он говорит, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. И старобрядцы. Я их знать не знаю. А они там промывают меня. И разговора больше нет никакого. Ну, сказали помолиться. Ну, я молюсь, Господи, помилуй их. Они не знают, что говорят. Тоже вечером я. И загрузку веду целые сутки, не выключаю. Я очень медленно здесь. Ну, не очень, но медленно. Ну, вот все пока на этом.